ДИКТАТОРСКОГО РЕЖИМА АЛИЕВА Бабунг или деревня Бабунг. Армянский Нахадживан. Концерт 120-летию Арама Хачтаряна в Уругвай. В Китае заинтересованы глубоким следом, оставленным армянским народом в различных областях культуры. На территории провинции Амасия в Западной Армении вспыхнул лесной пожар. Сборная Восточной Армении по шахматам заняла второе место на чемпионате Европы до 18 лет. Во время встречи по случаю 8-й годовщины рацификации Северского договора председатель Национального совета Республики Западной Армении Арменак Абрамян подчеркнул важность территории Арцаха, поскольку впервые за десятилетия удалось освободить часть нашей республики 1920 года. Не желая вдаваться в подробности, чтобы не служить интересам вовлеченных лиц, Арменак Абрамян подчеркнул. Важно понимать, что Северский договор не может быть похоронен. В качестве доказательства заявление Никола Пашиняна по случаю столетия подписание Северского договора имеет большое значение. По его словам, Северский договор, как и Версальский договор в Европе, был направлен на установление мира в Западной Азии и Западной Армении. Он признает, что этот международный договор был подписан во имя прав армян и установления мира и справедливости в Западной Азии, подчеркнул Арменак Абрамян. 89-я статья договора подтверждает неоспоримую историческую связь армянского народа с армянскими нагорьями, что также признает Пашинян. В данной статье говорится, что Турция и Армения, а также и другие договаривающиеся стороны, представляют в орбитаж президента Соединенных Штатов Америки вопрос определения границы между Турцией и Арменией в Вилоэтах, Трапзон, Ван и Бетлис и любые положения, касающиеся доступа к морю и демаркации Армении. Следовательно, 89-я статья Северского договора наделяет президента Вильцина полномочиями официально определять границу между Западной Арменией и Турцией. Группа депутатов, представляющихся фракцией Европарламента, выступила с совместным заявлением в ответ на критику, негативную реакцию и угрозы Баку и России относительно армяно-французского военного сотрудничества. Отмечено, что иметь армию вооруженной, боевой и современной военной техникой – это суверенное право любой страны. Депутаты отметили обвинение, выдвинутые режимом России и Баку в адрес Восточной Армении, о том, что последнее провоцирует конфликт на Южном Кавказе, еще раз подтверждает наличие заговора между двумя странами, который еще в сентябре 2023 года привел к этнической чистке более 140 тысяч армян Арцаха. Это ни в коем случае не может быть приемлемым для Европейского Союза. Настало время ввести санкции против диктаторского режима Алиева за его деструктивные действия, подрывающие региональный мир и безопасность, а также за нарушение прав человека. Общеармянский союз Гардман-Ширван-Нахадживан коснулся расположенного на левом берегу реки Нахадживан села Бабунг или Бабунг. Историческая деревня Бабунг была одной из крупнейших деревень Шахапунга. Следы, свидетельствующие о ее величии, заметны и сегодня. Недалеко от деревни находится большое старое армянское кладбище. Также видны руины большой церкви. Часть руин деревенских домов находится прямо на вершине скалы, называемой Черной, напоминающей строение крепости. Последние армянские семьи покинули историческое село в 1980-х годах. К сожалению, точных данных в письменных источниках о историческом прошлом села нет. Когда была построена церковь в Сурпас-20, точно неизвестно. Однако исследования позволили сделать вывод, что церковь была основана в конце XII века и была превращена в руины в 1840-45 годах. В 1872 году церковь удалось отремонтировать. По состоянию на 1990 год руины церкви все еще сохранились. В результате раскопок, проведенных в 1960-х и 70-х годах, на территории села были обнаружены археологические артефакты розового века. Примечательно каменная скульптура, которая имеет круглую форму, где отчетливо видна фигура человека. Кладбище Бабук находится в 700-800 метрах к востоку от села. Надгробие плоские, четырехугольного типа или в виде хачкаров. Общее число надгробий 112. Количество отмеченных надписями достигает больше 30. Надгробие тхачкары, поваленные на землю, надписи также осквернены. В самом престижном концертном зале Уругвая Театре Соли состоялся концерт, посвященный 120-летию известного армянского композитора Арама Хачатуряна. В посольстве отметили, в исполнении филомарнического оркестра в онте-видео прозвучали известные произведения Арама Хачатуряна. Вальс из балета «Маскарад», марш «Зангизура», отрывки из балета «Гайне». Сообщение посольства отмечается. В рамках концерта посольство Восточной Армении в сотрудничестве с Домом-музеем Арама Хачатуряна организовало в Театре Солис фотовыставку, рассказывающую о визите в Уругвай Арама Хачатуряна в 1957 году. В Национальной Академии наук состоялась международная научная конференция «Культурный диалог Армения-Китай». Участники затронули текущие вопросы и перспективы развития связи двух древних дружественных народов. В своем выступлении посол Фан Юн отметил, в Китае заинтересованы историей и культурой Армении. Армянским народом глубоким следом оставлены в мировой науке и в различных областях культуры. В прошлом году в Китае был проведен конкурс скрипачей, посвященный великому Араму Хачатуряну. Также был организован ряд концертов. Скоро в Армении пройдет конкурс скрипачей, посвященный Араму Хачатуряну, на который приедут многие специалисты из Китая. Академия-секретарь отделения социальных и гуманитарных наук Национальной Академии Юрий Суварян отметил, Первые контакты между армянскими и китайскими народами начались еще во II веке. Эти отношения были торговыми, армяне занимались торговлей шелком. До Средневековья наша нация имела 1500 лет государственности. Но за это время у нас не сформировались межгосударственные отношения с Китаем. Лишь после 1992 года, когда Армения вновь стала независимой, между нашими странами установились межгосударственные отношения. На территории провинции Амасия в Западной Армении вспыхнул лесной пожар. Приложив большое усилие, в двух лесных зонах деревни Карамук пожар удалось приостановить. На данный момент причины пожара не установлены. Юношеская сборная Восточной Армении по шахматам до 18 лет завоевала титул вице-чемпиона командного чемпионата Европы. Нашу страну представили Эмин Оганян, Арсен Давтян, Роберт Пилапосян, Эрик Гаспарян и Бенек Агасаров. В последнем туре шахматисты обыграли команду Австрии со счетом 3-1. Наши представители одержали пять побед, один раз сыграли ничью и потерпели одно поражение. Титул чемпиона завоевала команда Израиля, которая в рамках чемпионата потерпела единственное поражение от представителей Армении. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!